МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Автобус должен быть чистым, технически справным и полностью подготовленным к перевозке пассажиров. Глава округа Андрей Иванов убедился лично, работа Одинцовского филиала МОС Трансавто отлажена как часы. Вопросы с нехваткой машин устранены. Буквально неделю назад сюда дополнительно были переброшены 14 новых автобусов, 92-й Лиаза. Очень удобные, городские, низкопольные автобусы, очень комфортные, с системой видеонаблюдения внутри, с климат-контролем, с ремнями безопасности, с платформой, которая наклоняет в сторону остановки. Эти 14 машин вышли, соответственно, на маршрут и тем самым решили те проблемы, которые были в работе компании МОС Трансавто, о чем нам много писали, говорили жители, особенно Звенигорода. Обострившуюся во время ненастья ситуацию, связанную с работой общественного транспорта, удалось исправить. Отклонений от графиков больше нет. Диспетчеры с помощью специальных программ отслеживают все маршруты, учитывают пробки, фиксируют и регулируют время прибытия на остановке. Перед каждым рейсом водители проходят медосмотр. Измерение давления, температуры тела, а также алкотест, необходимые процедуры. Водитель у нас в первую очередь проходит обязательный медосмотр. Это проверка давления, алкотест проходит, получает путевой лист и выезжает на линию. Вечером при заезде он также проходит медосмотр и контролер ОТК также проверяет автобусы. Если выясняется какая-то неполадка, составляется заявка и автобусы отправляются в ремзону. Неисправности устраняются в кратчайшие сроки. Проверки технического состояния маршрутных автобусов ведутся во всех населенных пунктах округа. Депутаты по поручению главы активно участвуют в контрольных мероприятиях. В целом, состояние автобусов соответствует нормам. Да, они все обеспечены технически исправные, все обеспечены средствами защиты. Везде есть оплата по безналичному расчету, по карточкам, наличный расчет. Как правило, у всех работают табло, камеры. Сейчас вот именно из Кубинки, те автобусы, которые идут по Минскому шоссе, они из-за ремонта, который там сейчас проходит, они очень долгое время идут в пути. То есть люди там, где можно проехать за 20-30 минут, они по часу тратят время на дорогу. На сегодняшний день МОЗ Трансавто обслуживает 95 маршрутов. Из них 80 социальных. Любые вопросы, связанные с работой маршрутных автобусов, можно задать по телефону диспетчерской службы. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.